Наталью и ее младшего сына Кирилла не раз пытались разделить. Сразу после тяжелых ранних родов только появившегося на свет малыша забрали в инкубатор. В детской реанимации под капельницами и под толстым стеклом мальчик провел тяжелые семь дней. Первую колыбельную, первое кормление и первую робкую улыбку его мама пропустила. Родного человека заменила медсестра. Даже когда вспоминаешь все, что мы прошли и что еще стоит пройти, это очень тяжело. Голова у нас постоянно до года была, она лежала вообще с правой стороны на плече. С правой стороны у нас вообще плохо работает. Более-менее сейчас ручка стала работать, он начал поднимать как-то. Жидкость тоже ушла из головы. Но несмотря ни на что, маленький, но сильный мальчик выкарабкался. Правда, врачи предупредили, Кирилл будет особенным. Что это значит, мама малыша поняла через несколько месяцев, когда специалисты стали уговаривать отказаться от ребенка с диагнозом ДЦП. Но разделить эту уже сплоченную семью и на сей раз не удалось. Вот как вы любите, братика. Куда она? За компьютер? А куда? Старший брат, как зовет его малыш, Владька, ждал появления на свет Кирилла не меньше мамы. Вместе ходили на УЗИ, затем пеленали, кормили и переживали. Новость о страшном диагнозе. А теперь, как два главных тренера, изо дня в день вместе трудятся над реабилитацией малыша. Учат играть, говорить и самое главное – делать тяжелые первые шаги. Если он раньше не мог даже ножки выпрямить, то он сейчас уже старается и спину держать. То есть даже не то, что в ходунках, он даже за ручку старается больше держать, чтобы самому ходить. За последние полгода Кирюша добился больших успехов. В свои неполные три года он научился переворачиваться, самостоятельно сидеть и ходить с поддержкой. Однако из-за серьезных проблем со зрением, заниматься, да и просто играть с малышом довольно трудно. Поэтому любимым развлечением Кирилла стало подслушивание. Малыш может подолгу слушать, как старший брат читает книжку, разговаривает с мамой или играет. Но еще больше таких интересных, разнообразных звуков доносится из открытого окна. На улице Кирилл буквально замирает. Он весь поглощен звонкой и шумной жизнью вокруг, узнавать которую пока получается на слух или на ощупь. С волнением прислушивается малыш и к звонкому смеху сверстников. И каждый раз отчаянно пытается угнаться за ними. Гулять ему очень нравится. Особенно сейчас ножками стало ему нравиться. Без ума просто. Ходил бы, наверное, целыми днями сейчас. До того ему хочется уже, наверное, быть здоровым, полноценным. Однако долго ходить даже с поддержкой мамы и брата малышу еще тяжело. Совершать любимые мальчиком длительные прогулки можно было бы на коляске. Однако обычная детская Кириллу уже не подходит. Мальчик не в силах контролировать свое тело, а потому без специальных фиксаторов рискует не только получить искривление позвоночника, но и упасть на землю. Исполнить мечту малыша и подарить ему возможность встретить весну на улице можем мы с вами. Стоимость специальной уличной инвалидной коляски 90 тысяч 630 рублей. Отправив одно смс на номер 7878, вы жертвуете 70 рублей на помощь Кириллу и другим участникам проекта «Ты ему нужен». Оказать поддержку можно также через интернет-сайт www.helpdefeestchildren.net Важен любой, даже самый скромный вклад. Сегодня именно «Ты нужен» Кириллу Лукашевич. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»